Увидеть войну глазами украинских бойцов. В Одессу свою выставку графических картин привезла литовская художница Беата Куркуль. Для создания образов девушка лично общалась с военными. Главными на выставке стали эпизоды Должанского котла. Яна Нестеренко расскажет больше. Изнака начальника регионального управления. За ваших вклад, за ваших вклад. Быть в Одессе и не взять что-то из Одессы. Старший художник студии компьютерных игр, волонтер, гражданка Литвы и полька по национальности Беата Куркуль, художница, которая пишет картины об украинских пограничниках и войне в зоне АТО. Свои работы в Одессу привезла впервые. Многих натурщиков Беата Куркуль знает лично и с некоторыми даже дружит. Образы приходят к ней зачастую во время общения. Это так, музыка, фильмы, разговоры. Бывает так, что я разговариваю с каким-то из бойцов, он что-то рассказывает. А я себе машинально уже делаю какие-то пометки, зарисовываю. Ну, потому что в процессе разговора пришел какой-то образ. Он записывается и лежит в моем электронном блокноте, ждет своего времени. Этих военных и картины Беаты Куркуль связывает Должанский котел. Работы художницы как горькое напоминание о том тяжелом и страшном периоде в жизни каждого пограничника. Одна из картин, очень знакомое лицо. Я больше чем уверен, что это один из моих боевых товарищей с предыдущего подразделения. Ну и, конечно, соответственно, там есть три пограничника со столбом на фоне Должанского, пункта пропуска Должанского, в котором я непосредственно был. Буря эмоций – это обратно возвращает воспоминания всех ребят, которые не смогли с нами вернуться, проплывали. Ну, тяжело. Вспоминать, конечно, эти вещи очень тяжело. То, что увидел художник, мы же знаем, что художники видят своим сердцем, своё явление, а мы, как глядачи, уже воспринимаем или не воспринимаем то, что мы видим. В данном случае она передала этот настроение, может, не документально, но настроение и то, что мы чувствовали, чувствуем, оно передано очень четко, очень наближено до реальности. Наталья Пранджу, как и художница Беата Куркуль – волонтёр. Эта выставка заставила её сильно переживать, ведь многие пограничники, которые вышли из Должанского котла, стали её подопечными. Боль, потому что я вспоминаю дату, которая вот скоро будет, да, 6 августа, это Должанский. Ну, это то для меня, что, наверное, я не забуду никогда в жизни. Пережитые эмоции вместе с ребятами. Мы рады за тех, кто вышли живыми, и боль, слёзы, тех, кого уже с нами нет. Нет больше в живых вот этого человека. Связист Денис Атаманчук рассказывает, что знал только его фамилию – Момат. Ничего не известно и о звании погибшего, но мужчина говорит, во время службы на пункте пропуска Должанский не раз встречались. Этот человек много чего хорошего для нас сделал. Он нас поддерживал, он постоянно приезжал к нам, общался со всеми людьми. И вот он имел себя как простой человек, на самом деле. То есть очень тёплый, добрый, отзывчивый. Он, по-моему, вообще ничего не боялся. Он переживал только за одно, за своих людей. Он даже за себя не боялся. Да, так Уркуль говорит, мы многим обязаны этим людям. И графические картины – способ выразить своё уважение и благодарность нашим военным. Яна Нестеренко, Алексей Филиппов, Седьмой канал.